Всем ассаламу алейкум. Моё утро началось сегодня с халвы. Я отнесла старшую девочку в школу, взяла скидки. В маркете были скидки, мне надо закупиться, но никак не получается. У меня времени не бывает, то одну несу, другую приношу со школы. Вообще у меня целый день очень загружен в будние дни. Но я решила сегодня погоду такая прекрасная. Открыла окно, шторку подвинула и вот сижу, чай пью себе, наслаждаюсь вот этой красотой. Домашние все в это время спали. Ну всё, проснулась моя пятиклашка, мой сынуля, бабушка тоже проснулась. Накрыли такой слабый завтрак, как бы обычный завтрак, не сказала бы, что он слабый. После завтрака бабушка с сыном пошли на прогулку на площадку. Дочка повторяла свои уроки в школе, очень-очень хорошо маршала, что она делает сама. Как бы не так часто беспокоит меня, чтобы я ей помогала или что-то делала. Очень любит сама делать свои уроки. Я тоже этим временем открыла все окна, всё проветриваю, убираюсь, мою, буду чистить, мыть полы. Очень хочу проветрить сегодня всё. Кстати, сегодня четверг, в пятницу, чтобы ничего не делать, хотела сделать всё сегодня. Вот, я уже здесь пропылесосила, но кадр, где я пылесосила, я не знаю, он не снялся что ли, что-то. Ну, обычно, да, как всегда пылесошу и мою за этим, за пылесосом сразу мою полы, как всегда. Здесь я протираю под диваном. Из-за того, что дети дома, постоянно ходим, очень много собирается пыли. Тут она у меня спрашивается какие-то тетради, рассказывает мне, что она делает на кухне, пока я в зале убираюсь. Тут я уже как бы убралась в зале, пришла опять убираться в детской комнате. Тут я тоже уже пропылесосила, подвинула диваны. Очень часто передвигаю я диваны, когда пылесошу, мою полы, потому что люблю, чтобы сзади тоже было чисто, пыли не было. Здесь я перекинула окошко тоже, чтобы сильно ветрено не было. Ну, вот такие вот домашние дела. Думаю, вас смотивирую у кого-нибудь. Уборка домашняя, когда дети дома, когда они ходят, постоянно бегают, прыгают, хоть сколько бы я им не скажу, на седьмой этаж, не надо, бегать нельзя, шумно. Может, соседи беспокоятся, но это всё равно дети, они всё равно делают своё. Вот тут я перешла на кухню, уже с сыном пришёл с прогулки, а я уборку не успела закончить, пока не на улице, так как я ещё отвлекалась, смотрела, что делает дочка, как она решает уроки. Так как она вечером после школы не успевает, мы продолжаем домашние задания утром тоже. Всё, в главных комнатах я уже пропылесосила, пол помыла. Это уже в прихожке, я тоже хочу хорошенько везде пропылесосить, помыть пол, чтобы было чисто. И вот, сразу же мою пол. Каждую комнату сегодня я решила не так, вот сначала пропылесосить, потом протереть пыль, потом пол помыть, нет. Сегодня я решила каждую комнату. Взяла комнату, пропылесосила, протерла пыль, пол помыла и вышла. И так с каждой комнатой. Тут я уже в своей комнате, у меня комната выходит на балкон, из-за этого я решила последнюю убраться у себя в комнате. Уборка, кстати, была, просто нужно было пропылесосить и помыть пол. Я тоже делала какие-то крошки. У меня сына, он везде ходит с этими бумажками, карандашами, пластилином. Вообще сейчас у него такой возраст, не хочу ему говорить, ничего не делай. Ну, как бы не игрался, чтобы он с карандашами, с пластилином. Так как я ему скоро в школу, а хочу наоборот, чтобы он больше хотел с ними играться и делать что-то из них. Тут я уже полисошу на балконе. Какой-то пыль все равно с балкона приходит домой, когда дети выходят. Даже мы сами, взрослые, тоже очень часто выходим. Пятки, все бывает такое. Не знаю, вроде бы и мою, и чучу стараюсь, чтобы было чисто. Но все равно какая-то пыль, хочешь не хочешь, она остается. И все, я уже везде в комнатах помыла, перешла на балкон. Сейчас я быстро помою. Был на балконе, и мне уже надо приготовить покушать. Как у вас проходят будни? Сейчас у всех в школу, у всех в детям. Машалла, здоровья всем деткам. Главное, чтобы у них было здоровье. Остальное все, иншалла, получится, можно сделать. Передвигаю это. Мы здесь иногда сидим, чай пьем на табуреточках наших. На балконе очень бывает приятно наблюдать, смотреть на море, Каспийское море. Там иногда бывают пароходы, бывают чини-то, наверное, катера уже такие белые, красивые. Такие прям хочется смотреть. Все, на балконе тоже я, можно сказать, убралась. Закрываю сетку, чтобы мохи не бывают, но иногда залетают комары. Комаров бывает много. Такая вот у меня сегодня была уборочка. Дома все чисто, уютно, приятно очень. Проветрило, когда вот свежесть такая в доме, свежесть прям такая чистая. Сейчас я пойду на кухню, буду готовить. Будем готовить суп. Я когда у детей спросила, что вам приготовить, они мне сказали, что они хотят чечевичный суп. Чечевичный суп меня дети очень сильно любят. Они просто обожают его. Я его давно им не готовила, мерджимек, скажем. В России есть зеленая чечевица. Вот такой же, но оранжевый турецкий мерджимек. Это я капусту покупала. Из нее будем солить. Но никак до нее другие пока не доходят. Здесь я уже все подготовила. У меня морковь, лук. Я все закидываю сразу, я не жду. Нагреваю масло, закидываю лук, морковь, сыплю соль, куркуму, перец. Делаю такую легкую зажарку. Сильно даже лук не жарю. Томат тоже у меня есть. Добавлю томат, потом чечевицу. А масло уже я буду жарить отдельно с мятой. Так бывает особый другой совсем вкус. Я чечевицу делаю, мерджимек делаю по-разному. Тут у меня вот зажарка уже была готова. Я добавила томат, потом я туда отправила мерджимек и картошку. Сейчас доведу до кипения картошку. Кстати, почему я сегодня готовлю так? Потому что у меня блендер остался на даче. Когда у меня блендер дома, я закидываю все прям большими кусками. И прямо когда у меня бывает все готово, сварена вся картошка и мерджимек и все. Вот там морковку тоже делаю большими кусочками, бросаю. Когда она сварится уже до готовности, я его блендером прохожусь по нему. И суп бывает очень вкусный тоже. Но сегодня тоже я как бы не осталась. У меня в супе у нас вот дети картошку не едят. И бабушка тоже не любит. Из-за этого приходится, вот смотрите, залила вот этим пюре. И все, суп мой готов. Дети его очень вкусно поели. Он, если честно, до ужина и не остался у нас. Вот так вот. Такой у меня получился супчик. Теперь я сюда отправлю мята, которую я жарила немножко. Я сильно его не жарила. Совсем немножко добавляю суп. Такой вот у меня суп. Саламу алейкум всем.